84 градуса 40 минут восточного полушария. Долгота, на которой Седов пересек экватор. Третий раз за первую в своей истории кругосветку. Экипаж курсантов и практикантов по традиции сплотил День Нептуна. Для тех, кто впервые оказался на экваторе, провели морское крещение. Предложили испить соленой воды, окунуться в купель и получить печать от владыки морей. А пока к берегу идут кадры этого праздника. Зрители Арктик ТВ могут увидеть, как на паруснике проходила спартакиада. К канатам курсантам не привыкать. Но если обычно их тянут во время авралов, то в этот раз на спор. Спортивный бой между командами трех мачт. Фока, первого грота и второго грота. Проводим соревнования по перетягиванию каната. Чемпион судна Фок пытается удержать это почетное звание. За кого болеете? За чемпиона. Это день, когда капитан может писать мелом на палубе и никто не удивится. Пересчитать участников с двух сторон от середины каната. Длинный свист и соревнование началось. Команда Фок мачты уверенно идет к победе, а капитан, как и положено, дает участникам спартакиада наставление независимо от их положения в турнирной таблице. Вы пока разогрейте, разогрейте себя маленечко. Плечевой пояс разогните. Ноги, ноги хорошо. Делайте все вирусно. Соперники разрабатывают стратегию. Пока Фок отдыхает после очередного тура, первый грот обсуждает план по захвату каната. Представляем, пониже стараемся. Дернуть ему низ. Надо дернуть. Болельщики срывают голос, спортсмены срывают подметки. Скользко очень, неудобно. Скользкая палуба, обувь. Не приспособлена под эту палубу. Придется босиком, наверное, делать. А старший ботсман Николай Козлов оценивает состояние палубы. Дай бог, вы представляете, как каблуки стирают. Это все разумие. Финальный тур. Бескомпромиссная борьба. Фок удерживает канат первенства и право называться сильнейшей командой парусника. Сверхлик, ребят! Хороший отдых, что может быть приятнее после тяжелого соревнования. А те, у кого еще остались силы, отправились выяснять, кто выносливее в личном зачете. Сверхлик, ребят!